Английский язык, Enjoy English, рабочая тетрадь, 6 класс. Задание 22, 2-й юнит, section 3. Дополните диалоги с временами past simple или present perfect, то есть с глаголами этих времен, открывая скобки. То есть, например, по примеру, Has always been to Moscow? Вот этот be превратился в been в третью форму, потому что здесь нужно использовать perfect. То есть, в переводе Elvis когда-либо был в Москве? No, but last night he wrote a letter to Santa and asked him about a trip to Red Square. Нет, но прошлой ночью он написал письмо Санте, как только мы видим last night, то есть, точное уточнение, когда это произошло, perfect ставить уже нельзя, поэтому переделываем уже в past simple. Right, в past simple это вторая его форма, то есть wrote. Он написал письмо Санте и попросил ask, глагол правильный, для этого в прошедшем времени добавляем иди. Попросил его о поездке на Красную площадь. Теперь наше задание. Прошлым летом Антон поехал в Лондон со своим классом. Как только видим last, чем угодно, самый last week, last month, сразу убираем у себя пёфок. Ни в коем случае пёфок ставить уже нельзя. То есть, мы знаем, когда произошло действие. Ставим past simple. Go превращаем во вторую форму, то есть went. Они катались на колесе обозрения. Катались у нас то же самое. Они это делали, когда были в Лондоне. А так как мы знаем, когда это было, то пёфок, опять же, ставить нельзя. Поэтому делаем past simple. Right во второй форме, это road. Наслаждались. Так, они у нас не насладились, а получили удовольствие, скажем так, от похода в научный музей. Enjoy – глагол правильный, поэтому в прошедшем времени в past simple добавляем окончание – иди. И прогулялись в гайдпарке. Walk – глагол правильный, тоже добавляем – иди. Они сфотографировали, они много там фотографировали, то есть фраза take lots of pictures ставим во вторую форму, то есть будет took. Опять же, это всё происходило вот тогда, last summer. Делаем past simple. А ты бы хотела видеть его фотографии? Отвечают. А я их видел. Вот здесь у нас идёт, как бы он их видел, эти фотографии, но важно, что он ответит, вот эмоции, которые он выразит, то есть как бы связь с настоящим у нас здесь прослеживается, и плюс он не пишет, когда он их видел, поэтому это перед нами present perfect. I have seen them. Have плюс третья форма глагола. Это была удивительная поездка, не так ли? То есть поездку мы уже понимаем, опять же, когда, прошлым летом, снова переходим на past simple. It was. Это вторая форма глагола be. А потом у нас хвостик разделительный, такой вопрос, то есть мы делаем этот же was, только в отрицании wasn't. Если что, оно слитно пишется, просто я так написала, но это слитный wasn't. Следующий диалог. Ты когда-нибудь был на концерте Дениса Мацуева? Have you been? Тут спрашивают, ну как бы жизненный опыт человека, видел ли что-либо, когда-то делал что-то или нет. Вот в таких вопросах их задаем через present perfect. Have you? И третья форма be, это been. Еще нет. То есть not yet. Но мне посчастливилось в прошлом понедельник. На прошлом понедельник. В прошлый понедельник, sorry. То есть last. Опять же, видим в прошлый. Как только видим last, то есть мы уже понимаем, когда это происходило, perfect отменяется. То есть I was. Past simple. Я купил несколько билетов на его следующий концерт. By правильный глагол, а нам нужно поставить его во вторую форму. То есть пишем but. Это все происходит, потому что мы знаем, опять же, что ему посчастливилось именно в прошлый понедельник. Так что будет у нас past simple. А ты бы хотел со мной пойти? С удовольствием. Третий диалог. Мэгги, я звонил тебе в субботу. Оп, видим сразу в субботу. Мы понимаем, когда происходило действие, поэтому пиофактов ставить нельзя. Делаем past simple. Фон, глагол правильный. К нему хватит просто добавить идей. Извини, пропустила я. Ну, звонок получается. А ты, так, это он к Мэгги. А ты дома была? Имеется в виду, опять же, в эту субботу. Они вдвоем понимают речь, о каком времени в прошлом. Поэтому, опять же, past simple. С you согласуется глагол ве. Вторая форма этого ве. Нет. Я отводила, тут даже так, я отвела свою племянницу на детское какое-то там шоу, мероприятие. Опять же, это все происходило в эту субботу. Они это знают. То есть, со стороны мы тоже описываем. Поднимаем, когда это было. Делаем past simple. Take. Вторая форма у него took. Там было очень весело. У них такой оборот. It was such fun. Опять же, тогда в субботу, то есть, это пёфок. Ой, извиняюсь, не пёфок, а simple. Be во второй форме. С itом согласуется was. А затем, вот здесь, кстати, у вас пропущено подлежащее. Затем или я пообедала в кафе, или мы пообедали, получается, с племянницей. Ну, я на всякий случай вы поставила. То есть, тут действительно пропущено слово именно в учебнике, в тетрадетой. Then we пообедали. Мы, конечно, тоже в эту же субботу, поэтому had lunch. Вторая форма глагола have это had. Past symbol. Понятно. А если переводим, понятно. А я ходила на это шоу недавно, и мне оно тоже понравилось. Вот здесь у нас идёт сигнальное слово recently. Тут неясно, когда именно. Он просто говорит недавно. Вот просто запомните, встречаете recently, пишите present perfect. То есть, из go нужно составить present perfect, I с have согласуются, и третья форма глагола go это gun. Ган.